Шахты угольного департамента АО «Арселор Миттл Тимиртау» пополнились новым оборудованием. Это 25 новых высококлассных шахтных дизель-гидравлических локомотивов. В итоге удалось полностью закрыть потребность в этом классе техники. Общая сумма проекта – 7,5 миллионов евро. Подробности расскажет Антон Александров. Без этого магнитного туча машина не поедет. Его надо вставить вот сюда посередине. Новую технику на шахте Саранской принимает машинист Александр Волобуев. Осмотрев кабину и органы управления, специалист отмечает повышенный уровень комфорта и улучшенную систему безопасности. Благодаря передним и задним камерам машинист может видеть препятствия и принимать необходимые решения даже в условиях ограниченной видимости. Очень удобная машина в шахте. Я говорю, сколько она нам упрощает работы. Это нечто, как раньше делали доставку. И вот сейчас локомотив 130F очень упрощает нам доставку. Это специализированное оборудование рассчитано на работу в сложных геологических условиях. Уже много лет транспортная техника чешской компании «Ферит» работает на карагандинских шахтах. Для внесения конструкторских решений специалисты угольного департамента «Арселор Митталтимиртау» даже посетили завод-изготовитель в Чехии. В итоге удалось сделать работу машинистов более удобной и увеличить срок эксплуатации нового оборудования на карагандинских шахтах. Шахты создают компоновки тех или иных модификаций, какие им необходимы. То есть для транспортировки людей до работы и обратно, либо для перевозки груза в лаву и так жить обратно. И уже угольный департамент закупает напрямую из Чехии. На карагандинских шахтах «Фериты» успешно эксплуатируются с 2004 года. Закупленные в этот раз модели имеют более мощный двигатель и тяговое усилие. К тому же позволяют соединить три дополнительные приводные единицы. Это облегчает работу шахтеров. 25 новых высококлассных шахтных дизель-гидравлических локомотивов уже распределены на угольные предприятия «Арселор Митталтимиртау». Общая сумма такого обновления составляет 7,5 миллионов евро. Новая техника существенно повысит производительность и безопасность работы горняков. Продолжение следует...